Всем привет! Вы на моем канале Азкабанов. Это я и сейчас я расскажу о том, как устроен человеческий голосовой аппарат и почему мы вообще можем дышать, говорить, петь, кричать и даже рыгать. Если тебе просто интересна эта тема и лишь ты всерьез решил профессионально овладеть своим голосом, поставить дыхание, речь и начать петь как Фредди Меркури, Билли Айлиш или зачитывать как Oxenroll, то это видео именно то, с чего тебе стоит начать. К примеру, я лично знаю вокалистов, которые уже давно поют, но не могут объяснить, как устроен их голос и поверьте, это им очень сильно мешает. По себе знаю, ведь я тоже вокалист. Ну что, итак, слева от меня изображение, на котором видно строение всего голосового аппарата. И что важно, голосовой аппарат является частью дыхательного тракта. Ну а главный голосообразующий орган называется голосовые связки. Они расположены примерно вот здесь, в зоне под названием гортань. Также ты здесь можешь нащупать такую выпирающую косточку, которая называется щитовидный хрящ. Это, так сказать, внешняя часть гортани. Именно здесь, при помощи голосовых связок, и происходит волшебный процесс звукообразования, который также еще называется душным словом фонация. Но начинается все не с голосовых связок, а с дыхания. Ведь для того, чтобы издать хоть какой-то приемлемый звук, необходимо сделать выдох. И по сути весь процесс звукоизвлечения, это преобразование воздуха в звуковую волну. Да как же все организовано изнутри? У человека есть мышца под названием диафрагма. Она располагается примерно вот здесь. Для того, чтобы ее почувствовать, необходимо приложить вот так руку на верхний пресс и начать неистово тужиться. Шучу. Достаточно нескольких легких потугов, как будто вы тягаете сумочку мамину из магазина. Также диафрагма еще работает при кашле, при чихе и, самое важное, при большом походе в туалет. Да как же мы дышим? В спокойном состоянии диафрагма принимает форму купола, который располагается примерно вот так и крепится к нижней части ребер. И когда мы делаем выдох, диафрагма сокращается, ребра плавно сужаются и выталкивают воздух из легких наверх. И если в этот момент мы произнесем какой-нибудь звук, например, то включаются голосовые связки и под действием воздушного давления они начинают колебаться, производят несколько сотен смыкательных, размыкательных движений в секунду, тем самым порождая звуковую волну. Далее звуковая волна распространяется по телу, как круги на воде, создавая тем самым такой эффект, как резонанс. Ты можешь ощутить резонанс у себя в груди, вот так вот приложив руку и сдав низкий звук У. Так же ты можешь ощутить резонанс у себя в носу, помычав У. Ну и вообще в целом резонирует вся наша голова. Ну и в конце резонирующая волна звуковая преобразуется в гласные либо согласные звуки нашими языком и губами при помощи дикции, соответственно, и артикуляции. Итак, давайте подробнее рассмотрим строение наших голосовых связок. Они состоят из надгортаника, из черполовидного хряща, мышцы которого приводят в движение вестибулярные связки, которые отвечают за открытие либо закрытие голосовой щели в зависимости от того, говорим мы, едим или просто дышим. Мы не можем контролировать наши связки непосредственно, то есть смыкать и размыкать их по желанию, ведь мы их даже не ощущаем. Единственный наш рычаг управления это вдох, выдох и мышцы гортани. А теперь давайте посмотрим пример классного видео, на котором четко видно, как смыкаются и размыкаются связки в зависимости от поющихся нот. При пении важно соблюдать баланс, смыкать связки плотно, но при этом равномерно выдыхать, ведь чем плотнее смыкание, тем громче голос. Но если выдох будет слишком избыточным, то будет не смыкание связок и вы, соответственно, запыхаетесь. А если выдоха будет недостаточно, то может образоваться голосовой зажим, который вызывает болезненные ощущения и в дальнейшем при злоупотреблении может привести к серьезным заболеваниям, которые возможно даже придется оперировать. Именно поэтому и важно соблюдать баланс, чтобы связки слишком быстро не спазмировались и не перегружались. Ну что ж, из полученной суперценной информации можно сделать выводы. Первый – это наличие правильного поставленного дыхания, от которого зависит равномерное звукоизвлечение и выносливость голосового аппарата. Второй – это умение пользоваться резонаторами, потому что в зависимости от того, куда ты посылаешь звук, будет меняться характер звучания и тембр голоса. А тембр голоса у каждого человека уникален. И третий вывод – наш голосовой аппарат – это, по сути, мышцы. А мышцы можно натренировать на уровне мышечной памяти. Так что, если на данный момент у тебя плохо получается владеть своим голосом, то не расстраивайся, ничего страшного. Нужны всего лишь правильные тренировки, время и упорство. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, жмите колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ведь впереди будет много всего интересного, связанного с вокалом, с музыкой и не только. До новых встреч!